Доброго времени суток, дорогие жители города Южного! Вчера, 26 мая 2020 года, произошел обыкновенный дождик пролился и залило город. Город превратился в маленькую Венецию. Ничего сверхъестественного, обыкновенный маленький дождик, который шел по времени минут 20-30 максимум от силы, но город превратился просто в плавучий. И сегодня я пригласил Дениса Янчука, эксперта-специалиста по очистке воды, источных вод, чтобы он дал краткое объяснение, рассказал, что можно сделать и как это можно решать проблему с дождями и реками в городе. Дело в том, что дождь будет периодически приходить и постоянно будет утопать. А еще самое вот обидное то, что мы все готовы, вернее, власти отчитываются и рассказывают о том, что мы готовимся к пляжному сезону, вот, и делаем очень много, привлекаем инвестиций, делаем пляж туда-сюда, но вот вчера дождик все это и всю эту историю смыл. Здравствуйте. Пару слов скажу, что такое ливневая канализация. Да, пожалуйста. Возможно, кто-то не знает. Ближе в кадр. При строительстве городов, когда строят город, есть две системы канализации. Одну все больше знают, это хозбытовая канализация, то есть это с домов, с унитазов, это отдельный трубопровод, который собирает все сточные воды города и направляются на очистные сооружения. В нашем случае в городе Южном нет своих очистных сооружений. Через канализационные насосные станции одна находится внизу, все знают, там, возле пляжа, вторая находится возле Сычавки, собираются все стоки и откачиваются на очистку. Подождите, Денис, вот я прошу прощения, буду периодически наводящий вопрос. Да, пожалуйста. Но вот так говорите, что все знают. То есть в районе Сычавки и где еще на пляже? Первая одна из насосных станций, это связано с тем, что город имеет разные отметки высот и все сточные воды не могут быть собраны в одной канализационной станции. Это возле Сычавки. Есть одна станция, которая часть токов Южного собирает возле пляжа, там КНСК находится, а потом перекачивает на канализационную насосную станцию Сычавки. Это общая сборная станция, откуда насосами дальше откачивается на очистные сооружения Одесского припортного завода БХО. Те, что находятся в районе из Безирки, там уже происходит... В Южном стоке не очищаются, только идет предварительная очистка от крупных веществ. Там решетки, дробилки стоят и все перекачивается на БХО, где уже происходит очистка сточных вод, за которые город заплачивает. Ну вот вчера мы наблюдали реки по городу, и вот как можно их избежать? Мы сейчас вот кстати будем кататься по этим местам вчерашним рек. Как этого можно избежать, чтобы не было такого большого скопления воды и не было такой проблемы? Избежать их не то что можно, а нужно, потому что это в принципе стандарт при проектировании и строительстве дорог, особенно в городе. На определенном расстоянии друг от друга, там где есть асфальтовое покрытие, то есть там где вода не уходит в землю, должны быть расположены ливнеприемники. То есть это открытые колодцы с решеткой, которые походу... То есть вот мы вдоль дороги едем, а вот здесь вдоль дороги должны быть? Да, вот мы сейчас едем, к сожалению, дорога новая и красивая, но мы сейчас пока не видим ни одного ливнеприемника. То есть что это означает? Что вода скапливается на асфальтовом покрытии и в сторону, ну вниз по уклону движется вниз, все время накапливаясь и накапливаясь, уровень воды растет. Хотя я не помню точно норм и расстояние, на определенном расстоянии друг от друга на дороге должны быть эти перехватывающие ливнеприемники, расположенные не посреди дороги, а сбоку, но с уклоном к ливнеприемнику. Соответственно вода не должна скапливаться, ну то есть ее должно быть немного, но она должна практически вся уходить в эти ливнеприемники. Внизу ливнеприемники, большая труба, сейчас едем опять, мы видим вот здесь, где напротив исполкома один ливнеприемник. Это обычно прямоугольная решетка с большими отверстиями для сбора дождевых вод. Дорога новая, продолжаем ехать опять, ливнеприемника нет. Что происходит? Ну всем понятно, идет дождь, уклон дороги вниз, уровень воды растет и вода стекает вниз. В сторону сейчас. Хотя вот есть еще один ливнеприемник, но их на самом деле недостаточно на такую площадь поверхности. Вот еще один есть, слава богу, есть один. Но их в принципе мало. Под ливнеприемником расположены трубы, которые этот ливневой сток собирают. Эти трубы собираются в общий коллектор и он уже отводится дальше, дальше мы про это расскажем. Какая есть основная проблема в принципе? Первое и самое главное, что они просто должны быть, это обязаны. Должны быть. Они должны быть. А есть специальный какой-то расчет на площадь покрытия? Конечно, конечно. Есть методика расчета. Она зависит от площади, асфальтового покрытия, уклона. Соответственно, рассчитывается количество воды и количество, и размер ливнеприемника. Ну вот эта вода сюда стекает у нас. Есть определенные методики. Чем ниже уровень покрытия, чем ниже дорога спускается, соответственно, мы понимаем, что там воды накапливается больше. Количество ливнеприемников должно быть все больше и больше для того, чтобы перехватить эту воду, не дать ей собраться куда-то, потому что она иногда просто, по-моему, такая же ситуация была, что я уже стала настолько много, что она стала выше уровня дороги и пошла туда вниз смывать там все на своем пути и песок на пляже и все остальное. Такого быть не должно. Сейчас, опять, мы сейчас находимся в нижней точке. Да, с нижней. Вот мы специально, да. Ну, до этого, да, вчера вот нашли один ливнеприемник всего лишь. Один, второй. Вот есть второй. Оно забито. Основная, вторая проблема, что всегда после того, как прошел дождь. Вот забитый. Ливнеприемник, ну, здесь растет трава. Ливнеприемники должны быть почищены. Так или иначе туда скапливаются листья, забивают эти решетки. Плюс не только ливнеприемник подместить. Дело в том, что трубы внизу, они безнапорные, там нет давления. То есть они, в принципе, самотечные. Поток воды идет по трубам вниз, собирается в общий коллектор. Естественно, после дождя там скапливается большое количество грязи, осадков и мусора, который смывается с дороги. Ну, вот вчера сюда вода прибыла вся. Поэтому после дождя, особенно в основных сборных коллекторах, их необходимо чистить от этого мусора и песка. Потому что при следующем дожде они создадут подпор. И даже если сам ливнеприемник чистый, то вода не уйдет, а будет заполнять этот трубопровод и просто будет выходить на ручку. Две основные проблемы. Во-первых, количество ливнеприемников должно быть обязательно. А можно как-то решить технически, чтобы давлением нагнеталось давление, чтобы быстрее справляться? Нет, невозможно. Или это мартышкин труд, это не надо делать? Нет, невозможно. Ливневые трубопроводы так запланированы, что они самотечные. Они просто имеют необходимый диаметр для того, чтобы количество воды даже при максимальном дожде свободно проходило по трубе. Но если в этой трубе лежит горы песка, то они будут мешать двигаться стоку. Понятно. Соответственно, он будет выходить наружу. Поэтому это тоже абсолютно нормальное правило. Особенно после дождя, в ожидании следующего дождя чистят ливнеприемники, основные коллектора просто делают промывку. Смывают эту грязь для того, чтобы система приема и отвода ливневого стока должна быть готова к очередным осадкам. Ну вот вчера здесь были. Поэтому, когда вода просто выходит условно из берегов, из берегов дороги и начинает смывать все остальное. Есть пляж. Это неправильно. Особенно, когда строят новую дорогу, реконструируют ее. Я так понимаю, возможно, было чуть больше ливнеприемников. Но это же неудобно. Надо делать колодец, строить и так далее. Просто некоторые ливнеприемники закатывают в асфальт. Так проще получается. И мы имеем красивую, хорошую новую дорогу, но которая не может справиться с ливнем, потому что некуда ему уходить. Ну вот вчера видео люди снимали, и была такая картина, что там вот реки были за детской площадке, и просто вымыло здесь центральный пляж. Ну естественно, мы понимаем, куда вода уходит. Вода уходит нижняя точка. Что есть нижняя точка? Это море. Естественно, это нулевая точка. Допустим, кто живет там выше, в четвертом микрорайоне, там, возможно, не столько воды было, потому что верхняя точка. В нижней точке всегда много, когда собирается со всех асфальтированных дорог города, скапливается внизу и бежит к морю. Поэтому, соответственно, должны быть перехваты этой воды. И чем ниже точка, чем ниже уровень отметка земли города, тем больше должны быть этих ливников, приемников, которые возьмут этот сток на себя. Я не говорю, что асфальт должен быть сухой в идеале, но там не должно быть реки. Вот реки. Реки и пляжа нет. Дождь вчера вышел из берегов дорог и пошел сюда. Вольбольную площадку смыло. И все на своем пути. Вот. Куда должна стекать дождевая вода? Какие-то резервуары или система очистки? В любом случае, вся ливневая вода в любом населенном пункте, так как она работает по самотечному коллектору, под гидростатическим давлением уровня, она собирается в нижней точке населенного пункта. Нижняя точка у нас здесь в южном это море, нулевая отметка. Соответственно, весь ливневой сток с разных дорог, с верхних точек собирается в общую трубу большого диаметра, которая конкретно находится здесь. Вот она, эта труба. То есть, у других у нас резервуаров нет? Нет, ни резервуаров, ничего. У нас только трубы и общая труба выпуска, которая собрала весь сток и выбросила его сюда, в море. Как этот вопрос можно решить? Ну, начнем с того, что ливневой сток без очистки, в соответствии с правилами, не может быть выброшен, сброшен ни в какие водоемы. Так как мы все понимаем, что такое там дороги, асфальт, покрытие и что на нем может быть. Грязь, мусор, проливы нефтепродуктов, масло и так далее. Перед тем, как сбросить ливневой сток, он должен быть механически, физически очищен от загрязнений. Сбрасывать без очистки, еще раз повторю, запрещено. Особенно в наших условиях, когда мы видим море, пляж, вот эта труба и вот этот неочищенный сброс. То есть это нарушение водного кодекса, нарушение охраны Черного моря и нескольких еще норм и правил. Я понял. Это то, что нельзя. Я вас хочу подвести к тому, что вот как этот вопрос нужно решать и как он решается во всем мире. Существуют методы очистки ливневого стока, которые очищают ливневой сток на ходу. То есть во время дождя есть специальное устройство механической очистки. Первое, ну достаточно простое, это решетка. Это ветки мусор. Автоматическая, причем автоматическая решетка. То есть она очищает от ветки мусора, бумага. Ну я просто хочу объяснить, что это не просто какая-то там пластинка с дырочками, в которой там мусор собрался и он перелился. Нет, она автоматически при накоплении мусора этот мусор очищает сама. Каким образом? Она автоматически поднимается там? Да, это специальная решетка грабельного типа. То есть при накоплении мусора автоматика видит, этот мусор счищает спрутьев решетки и убирает его в контейнер. Датчики, наверное, реагируют на какое-то давление определенное? На уровень. Мусора стало больше, уровень растет, решетка включилась или работает постоянно, для того, чтобы не было перелива через решетку, для того, чтобы она не забивалась. И во время дождя этот процесс идет непрерывно. То есть очистка мусора и сброс его в отдельный контейнер. Таким образом мы сразу на ходу, по ходу дождя... Да, эти устройства большие, потому что дождь это большой расход, пиковый, возможно. Это как-то устанавливается на поверхности или это в трубе можно? Это можно и в трубе, обычно это делается специальный лоток широкий, где на всю ширину лотка, в зависимости от расхода, соответственно, будет такой же размер лотка и размер решетки. Она будет большая, естественно, потому что это большой расход. Но она обеспечивает очистку от всего мусора, который собирается в общем трубопроводе. То есть это предварительная очистка. Листья собрали, венки собрали, дальше это в какой-то резервуар попадает? Это уходит в отдельный бункер, контейнер, альпфатор, как угодно для мусора. Решетка автоматически его с помощью пресса выжимает воду и этот мусор собирается. Вода дальше течет, да? Дальше вода идет в специальные сепараторы. То есть, по сути, это заглубленный большой колодец с внутренним устройством закругленным, который имеет две камеры. Первая камера – это для плавающих веществ, масло, нефтепродукты, которые не тонут, но под определенным переливом они остаются в этой камере, они не идут дальше в поток. И второй участок этого сепаратора – это для тех частиц, которые тяжелые, под действием силы тяжести закручиваются и оседают внизу колодца. Это песок, грязь, твердые тяжелые частицы. Все, собственно, в принципе, этих двух этапов достаточно для того, чтобы очистить ливневой сток, потому что основные загрязнения – мусор ветки, масло, песок. Таким образом, мы получаем, в принципе, очищенный ливневой сток, который можно в дальнейшем использовать для полива или как техническую воду, или уже тогда сбросить его в водоем. Эти решетка автоматическая, сепараторы, приезжает машина после дождя, легко достает оттуда, откачивает нефтепродукты и мусор, они все в одном месте собраны и легко достаются туда, не надо спускаться с лопатой и выгребать. Это дорогое решение? Нет, недорогое. Это недорогое, в принципе. Для нашего города, ну, не знаю, 10% нашего годового бюджета, можно эту систему построить. Почему резервуары? Казалось бы, резервуар простой, что ты построил резервуар, весь сток у тебя накопился оттуда, там отстоялся и вышел. Для этого резервуар должен быть очень большой по объему. 3-4 тысячи кубов, 5, это огромная площадь. Ну, учитывая наш город, да, вот вы же давно живете здесь, и это можно сделать, вот, выделить землю где-то, ну, в районе Ставка, не знаю, Сычавского? Ну, обычно такие устройства, так как они на ходу и не требуют насосных агрегатов и практически электричества, они ставятся на потоке в нижние точки, где весь сток собирается. Примерно это там, где мы находимся, ну, возможно, там в парк. Есть эти точки. Ну, это фильтраты, это этапы фильтрации. А вот резервуары емкости, вот это. Емкости? Большие площади. Да, просто построить бетонную емкость и собирать грязный сток, это, ну, экономически нецелесообразно, потому что, во-первых, это большая территория, для того, чтобы он там отстоялся, площадь еще больше должна быть, а во-вторых, ты потом будешь спускаться с лопаткой. Вот этими устройствами, которые чистят воду на ходу, ну, а потом уже чистую воду ты можешь накапливать. Но накапливать не в этих огромных бетонных резервуарах, а есть специальные емкости, которые могут накопить. Дождевой сток для его дальнейшего использования. Эти емкости не из бетона, их можно строить где угодно, и сверху по ним могут ездить машины. То есть под дороги можно прятать? Абсолютно. Так и делают, так и делают. Это, опять же, не какой-то ноу-хау. Это распространенная мировая практика. Есть большие компании, которые занимаются ливневым стоком. У них есть решение. Главное выбрать правильное, которое подходит для тебя. Но они, в принципе, типовые и понятные. И это работает уже очень долго. Хорошо. То есть я понимаю, что вот эту трубу, вот это безобразие, да? Не то, что можно, ну, не то, что нужно, а можно убрать. То есть вы решите этот вопрос? Его нужно убрать. Можно делать в два этапа. Первое, это, по крайней мере, обеспечить очистку стока и не сбрасывать его грязным на голову в люди. Просто вот нам докладывают все время на то, что мы делаем город Южный как туристическую мекку. У нас красивые пляжи, очень много инвесторов привлекаем, много денег тратим для налаживания инфраструктуры. Но вот люди летом отдыхают, отдыхающие грыжают. И вот это безобразие просто в центре пляжа находится. Ну, это все нарушение. Это не то, что некрасиво и нехорошо. Некрасиво может быть там деревья некрасивые или забор криво стоит. А это просто нарушение. Не все знают, что это такое, возможно. Кто-то потом идет и ковыряется в этой воде. А там же непонятно, что вы пройдетесь по дороге и потом поймите, то, что вы видите на асфальте, оно вот здесь вот или там совсем недалеко в море, вот там. И там же завтра будут купаться. А как решает этот вопрос в Одессе решается? Ну, в Одессе сброса на головы нет людей. В Одессе тоже собирается ливневый сток в больших коллекторах. Потом есть огромные... То есть применяют вот эту технологию, которую вы рассказывали, что на ходу очищается? Там, ну, там стока побольше, конечно же. Есть много заглубленных огромных насосных станций, которые собирают этот сток, очищают. Там стоят решетки. И большие насосы, потом уже очищенный сток, они его не используют. Они по глубоководному выпуску в море перекачивают эту ливневку туда далеко, там на несколько десятков километров откачивают. Но предварительно очистим его такими же решетками. Есть и насосные, и в Аркадии огромные системы очистки и потом перекачки ливневого стока. Вы предлагали вот эти решения в вопросах города? Да, да, да. Кстати, когда я еще работал на Ресском припортовом заводе, в 2007 году к нам обратились представители водоканала города Южного и попросили, ну, так как на заводе много специалистов, попросили выдать какие-то решения, что мы об этом знаем, как возможно почистить ливневой сток. У нас были решения, мы их прорабатывали, выдали методику и технологии, и даже оборудование для водоканала. И я знаю точно, потому что к нам потом обращалась компания «Санта», она тогда была проектировщиками, они начинали разработку этого проекта, очистки ливневых стоков, вот то, о чем я как раз говорю, с использованием этого оборудования. Чем закончился проект, я не знаю, прошел ли он экспертизу или нет, но он делался, я его видел, мы решения свои выдавали. Ну, так как оборудования нет, наверное, пока не счастлив. Чистки нету, ну, возможно, есть готовый проект, его не реализовали, а возможно и проект не закончили, я не знаю, но такое было, это 2007 год. Вас, ну, могут пригласить, вы бы согласились, если у вас пригласили? Да, конечно, мы с удовольствием поучаствуем, поможем городу, опять же, если надо, посоветуем там какие-то решения. Возможно, сейчас уже есть более современные методы, которые проще и эффективнее, они где-то похожи, там, на другом оборудовании. С удовольствием подключимся, без проблем. Я знаю, что вас недавно пригласили в Коблево для решения этой проблемы по очистке воды. Можете подробнее рассказать? Ну, да, мы больше, конечно, работаем по подготовке и очистке воды, так как больше запросов. Используем для этого современные методы. Вот касательно Коблево, все знаем, что у нас проблема с водой в Одесской области, и вообще, особенно, когда засуха. А Коблево, там большое количество баз, которые требуют питьевой воды, попить, помыться и так далее. Почему именно сейчас? Раньше же, я вот знаю, эту воду привозили. Привозная водораз, но это для небольших баз, сейчас, когда нужен небольшой расход, можно привезти тонну воды, 2-3 в сутки, когда тебе надо 100-200 тонн. То есть, стало 300 больше, баз больше? Возить ее невозможно. Базы стали большие, во-первых. Во-вторых, раньше бурили скважины, ну и сейчас продолжают бурить, но скважины тоже не вечные, в принципе. Это подземная вода, она там и так соленая, но в связи с засухой она и в скважинах заканчивается. То есть, скважина не может обеспечить необходимый расход воды, который нужен потребителю. А какие объемы мы говорим? Ну, это 200 тонн в сутки, допустим. Это для одной базы? Это для двух баз больших. Или нет, или вернее, как правильно сказать, 200 тонн в сутки для какого количества людей? Я не помню. Вычисляете? Я не помню. Ну, нет, нам дают уже, они знают это количество, нам дают исходную цифру. То есть, они из своего опыта знают, сколько они потребляют воды. Я не спрашиваю. А, они просто говорят, сколько они потребляют воды. Эта же база уже работает, они знают сколько, или есть, допустим, проект на новую базу, там есть расчет водопотребления. Все, нам дают эту цифру, нам надо столько воды. А так современные методы давно работают, в частности, обратный осмос, позволяет нам воду опреснять. В частности, на море. Да, вот уточните. Наше море, вот Черное море, тоже Коблево находится на Черном море. Мы без проблем можем получить любой объем качественной питьевой воды без больших затрат, в принципе. Потому что вода нашего моря, она хоть и морская, но не настолько соленая, как Средиземная. Из-за того, что здесь много впадают рек, то соленость воды, к примеру, Черного моря 12 грамм. Если сравниться с Средиземным, то там 32. То есть там тоже можно получать пресную, но чуть с большими затратами по электроэнергии. Здесь нет. И плюс большой, что количество и качество, то есть она всегда будет этой солености 20-30 лет, и объем ее никак не уменьшится. Ты можешь сегодня взять 200 тонн в сутки, 300, хоть 200 тонн в час. Никаких проблем море не обмелеет, и технология будет работать. А что касается вашего, поделитесь вашего опыта в других странах. Ну вот мы делали, может мало кто знает, но в 2012 году делали очень большую систему, 145 тонн воды в час для снабжения предприятия питьевой водой тоже из моря. Именно питьевой? Именно питьевой водой. из Балтийского моря. Такую систему мы тут разрабатывали, собирали ее в Южном и поставляли там в иностранной европейской компании. Что вы подошли, где объем? 145 тонн в час. Это примерно, примерно такой объем на сегодняшний день потребляет город Южный Весен. То есть, в принципе, можно альтернативу... Да, вся система находилась в 40-футовых контейнерах, полностью готовые подключены. Ну, это если представить размеры ее и площадь. 4... 40-футовых контейнерах. Отличный контейнер. Да, полностью готовые. Ну, так клиент захотел, можно в отдельном здании. То есть, она небольшая по размерам, в принципе. Это дороже выходит, чем... Это... Нет, нет, нет. Чем у водоканала покупать. Из-за того, что соленость воды небольшая, затраты электроэнергии небольшие. Мы получаем... Еще раз хочу про одно заблуждение рассказать людям, что говорят, осмос, вода абсолютно пресная, пить ее нельзя. Нет. Наоборот, чтобы сделать абсолютно пресную воду, нужно там сделать специальные системы. То здесь мы применяем такие мембраны, которые часть солей оставляют. И вода получается абсолютно с правильным солесодержанием, без органики, вирусов, микробов, но не требует дополнительной обработки. Она готова к употреблению. Качество она как бутылированное, но только это 200 тонн в час. С небольшими затратами по электроэнергии, по стоимости, это примерно, как сейчас продает водоканал Южный. Но в чем плюс, допустим, такой системы вы имеете всегда независимый источник. Завтра водоканалы коллектора порвались, они цену подняли, то вы здесь не зависимы ни от кого, стоимость только электроэнергии. Основные затраты в этих системах. Вот и все. Но это твой источник, он всегда есть, он всегда рабочий, всегда хорошего качества. Ну и на завершение этого сюжета хочу вам показать красоту и как относительно недалеко от Южного, буквально 30 минут езды, можно погрузиться в классное, шикарное место. Это село Фонтанк. Здесь когда-то было тоже такие склоны, как у нас между центральным пляжем и профилакторием. Вот, такой вот никакой пляж. И смотрите, что можно сделать при правильном подходе и управлении им, если не деньги из бюджета. Вот, видите, оказывается, можно укрепить берег. Можно вот такие заведения сделать с бассейном, с лежаками. Смотрите, сколько посадочных мест. Смотрите, сколько на этом маленьком клочке может поместиться туристов. А вон там мое любимое место детский городок. Вот я с ребенком периодически приезжаю и там он играется. Пойдем дальше. вот как с умом надо подходить. Смотрите, весь берег укрепили. Весь абсолютно. Да, я понимаю, это куча денег, но здесь это тоже не фонтанский бюджет село фонтан. Фонтанки. Здесь привлекли нормальных инвесторов, создали благоприятные условия для ведения бизнеса. и бизнес вот отвечает нормальным подходом. Смотрим пляж. Такие островки пляжа. Вот так вот постоянно периодически. Постоянно. Вода чистейшая. А вот ресторан яхта. Всем советую обязательно посетить этот ресторан. Красивое место. Безумно. ночью наверное здесь вообще бомба. А мы говорим про вложение инвестиций и развитие туристической Мекки в городе Южном при посередине. При том, что посередине пляжа у нас труба, из которой выливаются все гадости и нечистоты города. У нас размываются пляжи. пляжи у нас не чистятся. Они из глины. Что еще тут добавить? Вот разница. Это не Европа. Это село Фонтанка. Сейчас до данный момент много людей гуляет. Много одесситов, кто уже разведывал эту точку. А что будет когда сезон откроется? Здесь всем места хватит. Пока здесь идет подготовка. Здесь там ресторан, яхта за рестораном такая же самая. Там еще строится, готовится. Все это в сезон будет запускаться. В общем делаем выводы. А вот вид сверху это как заезжать на эту территорию. Там еще длинный серпантин будет. Крутой спуск. вон та вся красота где недавно я был снимал сюжет. Что хочется сказать на завершение. Ребята нам очень много лет рассказывают про привлечение крупных инвесторов, про яхт марины, про пяти звезд ночные отели еще всякого билиберду. Но в итоге у нас стоят соломенные домики на пляже. Канализация периодически прорывает на пляж. Ну и ливни при каждом дожде теперь у нас будут размываться пляжи. Делаем выводы, думаем. Всем здоровья, берегите себя.